А вот что думают за рубежом, активность казахстанцев в голосовании, да и сам факт проведения референдума, французские эксперты оценивают положительно. По их словам, еще до запуска своей первой атомной станции наша республика может почувствовать эффект от прошедшего референдума. В плане экономики это позволит избежать повторения ситуации конца января 2022 года, когда случился блэкаут, отключение электроэнергии на юге Казахстана. И это вызвало сбои вплоть до Узбекистана и Кыргызстана. Казахстан импортирует все больше электроэнергии в последние годы, так что это вопрос энергетической независимости. Но также это возможность показать, что Казахстан является надежным рынком для иностранных инвесторов. Чтобы запустить производство, неважно в какой сфере, им нужна уверенность, что не будет перебоев с электроэнергией. Это сильно изменит геоэкономические амбиции Казахстана, потому что страна получит партнеров, с которыми будет работать над проектом. В мире 32 страны эксплуатируют АЭС. У каждой из них от 1 до 93 реакторов. Это маленький клуб среди более чем 200 стран планеты. Но также, как заявил президент Тукаев, обсуждается создание международного консорциума. Есть три пионера атомной энергетики – Франция, конечно, США и Китай. И это положительно также для геополитического баланса, которому Казахстан следует.